Идущие исключительно на профит, приветствую тебя. Чувствуешь запах? Это ликвид, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так. Я люблю запах ликвида поутру. Однажды мы ликвидили одну высоту с шортистами 12 часов подряд. И когда всё закончилось, закончилось, я поднялся на верхушку, эту зелёную бибу, и увидел, что там уже нет ни одного шортиста, ни одного вонючего трупа. Только запах ликвида. Весь холм был им пропитан. Это был запах тейк-профита. Ладно, привет, друзья. Шутки в сторону, мы серьёзные дяди. Чё у нас тут? Головы и плечи, да? Головы и плечи? Уже все увидели? Головы и плечи. Напоминает ситуацию, вот такую же, да? Чем-то. То есть, смотрите, нормальные головы и плечи, которые действительно имели место быть, дано было увидеть не только лишь всем. И уже вторые головы и плечи, ну, когда, ну, стали очень очевидными. Ну, тут прям условно, да? Так, норма отработки, уход под плечо, набор шорта. Ну, так чисто, мы пройдёмся сначала по визуальным паттернам. Вот, ну, то же самое, то есть, ну, тут даже более красивое плечо имеет место быть, да? Причём, мы знаем, что гиб, его нужно, как бы, набирать позицию при тесте. Поэтому смотрим, как будут набираться шорты при тесте. А тут новый инструментик. В чате много выкладывают. Интересно, кстати. Спасибо пацанам. Вот кто-то тут выкладывал много раз с Kingfisher. Я так не особо обращал внимание, потому что этот плохой сайт у меня работает. Но, так вот, визуально, если посмотреть, действительно, вчера, на днях, точнее, были огромные скопления ликвидов, там, на 43-44, но, в принципе, ну, ликвиднули, так бодро. Этот сайт, я пока не понял досконально, как он работает, но, я так понял, он вообще, ну, агрегатор, так скажем, сделок. Он смотрит по биржам, как вылетают, так скажем, ну, сделки. И формирует от них зону ликвидов. Но, опять же, нужно понимать, что существуют еще и скрытые ордера, которые, ну, вам никак не покажут здесь, да. То есть, например, на битме, там, за дополнительную комиссию вам любые скрытые ордера. То есть, ну, вот Prime, когда набирал, капитан Prime, не знаю, знает, кто не знает, свои миллиарды. На битме он просто скрытыми ордерами заходил. Вот. Поэтому, ну, что тут интересного? Так, нет? Ликвиды у нас где расположены? Сейчас цена 40, сколько там? 41.800, да? Ближайшие ликвиды у нас, так, сейчас, не знаю, вам будет видно, не будет видно. Если не видно, просто этот сайт такой немножечко топорный. Вот. Ближайшие ликвиды у нас, ну, плотные, наверное, на 38500, потом шаг в 1000 бачи почти и уже 36000. Ну, а здесь у нас накопилось гораздо больше у нас, то есть, в 2-3 раза больше ликвидов шартов на 46000-47000. То есть, шартисты достаточно, так скажем, консервативны к своим шартам, то есть, закидывают стопы и ликвиды свои очень далеко. И плюс у нас до их ликвидов очень большой шаг, то есть, с 42000, даже, ну, сколько, 1-800, ну, пускай 42000, до 48000, это почти 6000 баксов шаг сделать, чтобы их ликвиднуть. Скорее всего, логично предположить, что будет какая-то зона до аккумуляции. С другой стороны, вот, ну, тут как бы уже первые влетающие пошли, шартисты, причем, ну, такие за последние, там, сколько, с 27 декабря, самые жирные, то есть, если вот этих вот не считать, блин, которые прям лой, ликвид, лой, ликвид, лой, ликвид, лой, ликвид, вот, аж сюда. Ну, то есть, если вот так вот даже посмотреть, мне кажется, тут тоже будет видно скопление ликвидов, где большинство ликвидов сейчас. А, ну, тут не показывает, тут, скорее всего, вот этот сайт, он агрегирует вообще полностью, там, ликвиды, вплоть до, возможно, до десяток, до двушек, до трешек, да, по-моему, вплоть до двадцаток. Ну, то есть, по сути, да, вот тут тоже можно увидеть, то есть, на 50 тысяч где-то зона ликвидов, так скажем. Ну, лонгистов вообще просто уничтожают нещадно, просто вырезаны все, просто под ноль, да, вот, но вместе с этим, напоминаю, как бы очередной стотысячный раз, вот эти пареньки, зачем-то держат огромное количество лонгов. Я еще раз пересмотрел историю, еще раз пересмотрел историю, похоже, шляпа, они очень сильно набирали лонги, даже вот не здесь, вот с чем я сравнивал, а дальше больше похоже, вот на этом росте, они очень сильно открывали лонги, тут они чуть-чуть призакрыли, да, и просто пошли наверх, вот, здесь и здесь, то есть, это заставляет меня думать, что я ошибаюсь, ведь я подготовил модель, где зона АТХ у нас, биткоины на 80 тысяч, если они брали, ну, набирали эти лонги по 58, по 60 тысяч, возможно, такие, ну, что-то типа, то есть, вот тут они вот набирали очень долго, что-то типа вот того у нас сейчас происходит, грубо говоря, здесь, да, и возможно, действительно, шагнем больше 80 тысяч, потому что, ну, вот логично предположить, если они по 58 тысяч набрались, и там, ликвидировали все до более вторых плечей на фьючерсах, интересно вообще, где они хотят тейкнуть, то есть, у них же есть, там, риск-профит, ну, там, условно, два к одному, или как, ну, то есть, по идее, это может, как бы, ну, это будущее, так скажем, сейчас сознание у всех сужено, сужено и ряжено, приходи, заряженные, как бы, особо-таки, уже, ну, сознание, так скажем, сознание работает над вопросом, что делать сейчас, а не что-то там, по 50, сейчас вам уже некоторые пишут, то есть, дайте выйти по полтиннику, хотя бы, уже будем довольны, но, слава богу, конечно, всю эту тему я начал с лонгами на споте, то есть, ну, просадка есть, я говорил о ней, то есть, она 38, что ли, ну, короче, пускай будет округлением на 40%, даже за счет того, что некоторые альты дали какие-то хорошие сфинги, там, CRV, Atom, ну, там, и так далее, но большинство, там, альткоинов, комп, например, он какой-то минимальный, там, даже сфингом сложно назвать дал, доги вообще там валяется на дне, вот, но, как бы, понимал риск, шел на него, и, как бы, сейчас продолжаю удерживать, почему рухнули еще раз, могу предположить, то, что это был, по трейдинг лайту, это добавление спроса на фьючерсах Binance, где тут, вот, то есть, вот они добавили сюда две палки, и, как правило, как правило, ну, скэм, и, кстати, на фьючерсах Binance, вот, сегодня с счастливым человеком обсуждали, в чате, тут не сделали перелой, в отличие там даже от деривативов, фьючерсов, да, почему, потому что, вот, на Binance очень хорошо лимитки вот так вот врезали, то есть, покупочные 510 битков, и докупочные там 280 битков поставили, и ровно в них бахнули, да, и, ну, как бы, поэтому перелой не сделали, то есть, спрос здесь, условно, какой-то был обнаружен, вот, что еще интересного, многие индикаторы говорят за разворот, то есть, когда, все время, почему я затарился, например, вот здесь вот великолепно по 29700 битком, это был, господи, вот этот вот релатив, что-то там, где он тут, вот, стейтингс индекс, то есть бул-бул, ждем еще один бул, да, то, что полка откупная, он обычно срабатывает, когда идет зеленая свеча, там, поглощение и всякая такая тема, поэтому ждем, вот, да и, в принципе, вот это вот движение, если так вот рассматривать, очень, ну, ладно, уже года, это уже реально гадание на кофейной гуще, но, в принципе, напоминает вот отчаяние, когда падает тут, вчера в чате, тут некоторые говорят, все, покупаем, и снова еще одна скамуха, кстати, очень интересно, ликвидят, то есть, с этой полки десятину ликвиднули, и последний раз сейчас уже двадцатки, как бы зажали, да, вот, ну, вот, что-то типа того, то есть, тут тоже было такое снисходящее движение, очень такое, 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 какое-то лонгсквиз, так получается, шортсквиз, да, кстати, тоже был шортсквиз на восемь миллионов, потом дампнули, все, полки начинают покупать, и еще раз дампнули, конечно, вот, если хочется чего-то, так это увидеть, ну, вот, что-то, ну, типа подобного движения, да, ну, сейчас я говорю, гадать, бессмысленно кофейный гуще, как бы, спот просто остается, я просто держу его, ничего страшного не случилось, да, просадка есть, но она временно, триумф вечен, плюс, зашли, как бы, под плечи, сейчас посмотрим на радио, сразу скажу, что радио очень плохое, как бы, больше 75, 75, 80, это всегда скам, но никто вам не скажет, когда радио разгрузится, потому что, опять же, вот, если сравнивать ситуацию, с технической точки зрения, вот, на этих уровнях, да, здесь то же самое было, то есть, радио было, наверное, 77, 78, мы скамились, здесь радио нисколько не убавлялся, поэтому я продолжал держать шорт, а когда мы здесь скаманулись, радио вообще непонятно себя как вело, оно вроде бы, там, 77, 78, да, но я видел, что уже на, так скажем, скам свечах не происходит дальнейшего набора радио, то есть, оно замедлилось, не знаю, как вам сказать, ну, короче, суть в том, что, если вы ориентируетесь на радио, все-таки там, и, ну, хотите там шортануть, то радио меняется вот только вот здесь вот, то есть, вот здесь оно наполняется, здесь оно стоит, и вот на этом росте оно практически не меняется, оно начинает, так скажем, убавляться, да, там шортиться только вот здесь вот, но вот это парадоксально, к сожалению, оно вот так вот работает, как работает, то есть, условно, много раз, даже вот здесь вот я помню, то есть, радио было очень шортовое, тоже там что-то, не помню точно сейчас, 68-75% примерно, да, вот, и когда оно набралось здесь, оно было продолжать, было 78%, я думаю, все, понятно, скам, сейчас поедем еще ниже, а потом немножечко мы здесь начали консолидироваться, смотрю, прям по 2% в час убавляется, то есть это очень резво, и ну, после этого памп свеча, ну, я как сейчас помню, там все зашортили, там всякие випки, прям поголовно шортили випки, вот, поэтому срать его тоже, его нужно уметь читать, оно постоянно видоизменяется, очень много тупит, да, но пока что, да, к сожалению, оно суперскомухное, вот, ну, а так, конечно, ждем, желательно что получить, здесь вот больше ликвидов на где-нибудь на 44 тысячи, чтобы выросло количество ликвидов, иначе мы пойдем все-таки проторговывать ниже, ну, я свое сказал, как бы, вот этот вот, ну, паттерн гиловый и плечи, они заканчиваются, ну, такие вот красивые, они всегда заканчиваются одним, если здесь и смотреть головы и плечи, то не знаю, вот, ну, что-то такое, еще можно там предположить, тем более мы подтвердили тренд своим, ну, так скажем, АТХ, ну, и, вот, запомните, как это выглядит, сейчас где-то три дня поставлю, да, вот, и сейчас, блин, сдвинул, сейчас покажу примерно, как я вижу эту ситуацию, как это все будет разруливаться один час, ко всем графикам там по-разному, ну, примерно так, ну, к событию это не очень, по-моему, на бестампе более, бестамп, БТК, Coinbase, уху-ху-ху, во, нашел на Binance, короче, вот, похожая ситуация, то есть, то есть, у нас был АТХ, Ликвид, снова там, скажем, выход, АТХ, снова Ликвид, ну, то же самое, то есть, приходим, ну, здесь мы сейчас, у нас более рваный график, слишком много маржи, поэтому, где-то в районе, вот здесь мы сейчас находимся, да, вот, и, в принципе, вот, что-то подобного я ожидаю, немножечко, конечно, понятно, что объемы совершенно другие, во-первых, это таймфрейм, часовик, а мы смотрим на фрактал нашего года, там, ну, условно он прям, немножко, ну, формы, естественно, отличаются, но, в общем и в целом, то есть, вот что-то такое, я ожидаю, мы сейчас примерно, ну, так скажем, если сдвинуть все ниже, мы где-то вот, ну, вот тут, да, и дальше, там, то есть, ну, смотрим, растягиваем фибу, сколько тут, 0618 флой, да, так скажем, ну, то же самое, хотя, вот если вот по ней смотреть, ну, тут примерно так же на 80 нас ждет, то есть, вот так вот, в принципе, вот здесь вот где-то у нас и 80к, что у нас тут, 19к, ну, короче, не важно, сейчас, понятное дело, что не об этом речь, вообще, конкретно не об этом, сейчас, речь, где устроиться, чтобы долить маржу, вот, поэтому вот так вот, сохраняем олимпийское спокойствие, давайте рассмотрим, что там фондовый рынок, есть смысл, RTS подрос, все на 1-2%, коин скамится, кстати, что там коин, сильно заскамили, ух ты, вынырнула, даже перелой не сделал, а камин на USD, пошла к объемам, тоже перелой не сделал, good, good, ну, просто, почему я коин смотрю, она хорошо коррелирует с битком, вот, поэтому, я все-таки дала перелой, нет, нормально, так, а, ну, сегодня еще откроется, скорее всего, да, может и перелой дать, скажем, брюхо, вот этот перелой, куда-нибудь нам 220 шагать, в принципе, логично, что там, CP, а, нет, ничего, они тут не скамятся, поддержку тестируют, тут какой-то прям видно, что ускорение начинается, жалко, что без крипты, Tesla, что там, фрактал, ну, в принципе, кстати, может лонгануть ее, вашу эту теслу, ху-ху-ху-ху-ху, ладно, это все лирика, надо ставить денег на бета-ти, о, инсайт, что-то там, классный, я вообще взял, инсайт, пару акций понаблюдать, идеально, ладно, не знаю, а ли стоит рассматривать, если стоит, ну, давайте, эфир, эфир, ой, триняпоставил, что совсем, ну, опять же, вот, визуально, так скажем, похож на предыдущее движение, удар стакан, выход на поиск ликвидности, низ же, то есть, можно удар, вот этот вот, на стакан считать, выход, ну, поиск ликвидности, конечно, сложно это назвать, выход, это раз торговка, выше, не знаю, тяжело, ну, вообще, да, слабая зона, еще, как бы, бросится, сюда, с другой стороны, вот, например, у эфира, он показывал сильные значения, то есть, смотрите, где-то вот, ну, так скажем, вот, в этом блоке, ну, если так вот, визуально смотреть, ну, то есть, тоже, вот этот блок, ну, тут, конечно, просквизило ниже, вот, да, в принципе, логично бы дойти, конечно, ниже, но, кстати, а вот эта шляпа, блин, где эта штука-то, показывает эфириум, или она только биток, BTC, а, только биток, у меня же этот, типа, бесплатный доступ, жалко, сейчас посмотрели уровни ликвидов, ну, давайте так, накинем через индикатор, 3844, 3844, 3844, битоки забрали, значит, все, наверное, 3886, 3886, ну, да, пятаки забрали, эфир любит пятаки забирать, трешки, это уже перелой надо сделать, если, конечно, тут что-то, выше по ликвидим, наберем, не знаю, сложно, но, от пятаков, всегда, что вверх, что вниз, вот именно на эфириуме, я заметил, так скажем, отлетает, поэтому, визуально, так скажем, опять же, вот эта вот зона, можно сказать, отработает, ладно, давайте посмотрим, что у вас там, комментарии, что у вас тут в коментосиках, Тёма, не расстраивайся, дампит специально, чтобы мы переживали, наше терпение кончилось, настоящий самурай готов к любой выдержке, не забывай, кто ты во, да, я вообще не переживаю, я, если честно, больше переживаю, за чуваков, которые, на фьючах берут, ну, то есть, условно, посмотрели, что я, например, говорю, что рынок, ну, так скажем, выглядит неплохо, они берут, короче, всё, в оверх плечах залетают, хотя я в каждом видео уже начинаю подчеркивать, жирно, что я на споте, что вот этот вот путь, который я выбрал, играть по зонам институционалов, которые вырезают маржу, всего на фьючах, ну, им, ну, так можно играть только с потом, и только долгосрок, то есть, условно, я-то наколотил свою прибыль, вы помните, что в предыдущем году я сделал, ну, несколько иксов, и, ну, как бы мне за эти деньги, ну, не то, что не страшно, ну, так скажем, я спокойно себя ощущаю, вот сейчас 40% от хая просадки, да, условно, и, ну, я себя чувствую нормально, я больше переживаю за лудоманов, которые реально берут в оверплечи, то есть, каждая полка, новый у них ликвид, вот я за этих чуваков переживаю, а за себя-то, что переживать, так скажем, железное спокойствие, если выбрал стратегию, надо просто следовать ей, неважно, там, ну, сколько она будет, там, полгода, не полгода, как бы просто надо бить в одну точку, ну, понимание то, что, ну, условно, есть несколько индикаторов, как отрицательный фандинг, институционалы, ассет менеджерс, и там еще несколько индикаторов, которые показывают, ну, фракталы, условно, показывают нам на то, что мы выйдем вверх, я даже, ну, не считаю, что это за спор с рынком, потому что спор с рынком, это когда зеленая биба, или там красная биба, и ты пытаешься отлонговать, вот, например, сейчас, если влетать, там, например, о, дамп, ну, то есть, влетать, это, ну, то бишь, спорить с рынком, это очень страшная стратегия, то есть, там, там, если с плечами на фьючерсах, это опасно, а когда ты, у тебя подготовлен, ну, план, да, просто надо целенаправленно следовать ему, и вот насчет психологический, ну, просто, олимпийская выдержка, ну, то есть, я вообще не переживаю, я сплю нормально, у меня нет такого, что, ну, иногда, конечно, когда приходят, так скажем, на битме, например, под битмексу, снайперу, там, по 10 лямов, конечно, думаешь, блин, когда эти, когда у этих дебилов закончатся деньги, чтобы откупать на фьючерсных деривативах, там, по 8, по 9 мультов, вот, а так, вообще, переживание ноль, вот, единственное, конечно, все-таки, в будущем, в будущем, когда, условно, там, вот этот план отработает, да, или будет аннигилирован в пустоте, я все-таки, наверное, больше перейду в спекуляции и фьючерсы, чтобы играть, ну, в более краткосрочные сделки, потому что, все-таки, такое долгое ожидание, оно, ну, не то, чтобы изматывает, ну, так скажем, просто долго ждать, так скажем, например, я, когда, там, ну, вот здесь вот, условно, каждый блок шортил, ланговал, так скажем, дофамин и кортизол, он, если, если, там, ликвид, там, стоп, это кортизол, если выход вверх, там, или, то есть, выход вниз, ну, условно, заработок, это дофамин, это сразу, так скажем, сделки, и, ну, так скажем, чувствуется какая-то живность, а когда ты, ну, на споте работаешь, это все, конечно, ну, немножко растягивается, ты не видишь результата, но когда ты, ну, уже есть результат, тебе его не нужно, ну, например, если бы я был новичок, я бы, наверное, с ума сошел на этом все, сейчас просто двигаться, впиет, спа, так, чемпион, вот, поэтому вообще пофигу, ну, то есть, я с целью, и ксануть в два раза депозит, готов его заруинить процентов на 30, на 40, поэтому все, так скажем, по плану, поэтому вот, так, всем лайкосик, самые преданные подписчики, Андрюха, Марат, так, приветствую, идущий на гамбит, турецкий, посмотри, еще раз, please, аудио, издт, по профилю объема, еще пока не перелили вниз, а, не перелили вниз, но я никак не догоню, что за индикатор приклеен у тебя к этому объему, в виде сине-красной полоски с праздниками, привет, тебя тоже с праздниками, аудио, ну там, мне кажется, еще долго, я не помню, когда я тут на днях смотрел, вот я написал, что, еще когда я, вот первый раз его смотрел, я говорил, что будет, как бы, мешанина в обе стороны, почему-то у меня вот здесь вот пропало, я вот так вот рисовал, видишь, прям в нее стукнулись, я сказал, от какого блока стоит покупать, в принципе, если дальше не пройдет, можно и частичку от этого блока взять, но вот прям, чтобы супер сделочка была, я бы, наверное, кинул бы лимиточку вот сюда, вот где я указал, то есть ниже на 1 и 15, а так, ну, как бы, даже поинчу, смотря, то есть в блок куда-нибудь на 2,5, он, ну, аудио придет, а 2,5, это, так скажем, хоть и не прям футуристично, но, не знаю, там процентов, в 60-70, это good, поймать движение, на споте, если, на фьючах, я бы ничего не рекомендовал, то есть смотри, условно, это примерно как брать, я не знаю, блин, назад, это примерно как инч, у него прям один в один ситуация была, вот так скажем, вот смотри, вот так будет себя вести аудио, вот сейчас аудио где-то, вот здесь вот, вот здесь вот, по объемам, я не знаю, когда такое происходит, тут чисто фракталами, тут объемы, не объемы, они как бы, кстати, вот на ТВТ недавно объемы увидел, такие жесткие прям, так, что хотел сказать там, такс, ничем, ладно, так, все, а, насчет объемов, если взять, например, BTC, BITEC, Австрала BITEC, вот, например, объемы, когда растягиваю, во-первых, надо там, ну, условно, от хая вниз, да, и вот это вот синий, это перелив показывает, когда в настройках делаешь, но это только у платных можно, вот тут, то есть точка роз есть, это который самый большой объем показывает, вот, а динамическая точка, это перелив объемов, вот, так это работает, и ты смотришь, как бы перелив, это просто цвет у меня другой, на самом деле, она красная, тут можно менять настройках, вот так, спасибо, спасибо всем, короче, всех лайкнул, обнял, приподнял, поставил на место, короче, че, ждем, развязки, как минимум, на торговочка, какая-то, да, просто, сохраняем спокойствие, желательно, в ючах, не гоняться, гоняться, а если гоняться, то на суммы, которые, мне жалко потерять, да, все усвоили, давайте еще раз, я не посмотрел, трейдинг лайт, остальные, темы, биржи, точнее, тут у нас есть слои, по битме, к себе, те, тоже в лае, шартануть, кто-то решил, причем, в каком-то ультра лае, видимо, на пробой собрался кто-то, мне интересно, что там все бежут, и на Деребите тоже начинают влетать, на FTX, вот, мне что интересно, какой-то вообще мега спрос, ну, кстати, вот такой же блок спроса, у нас был здесь, его прорвали, и пошли ниже, дадут, не дадут, делаем ставки, господа, вообще тут, конечно, так, спрос бешеный, спрос бешеный, как раз вот в этот блок, долбанули, так скажем, FTX-у наваливают, очень интересная ситуация, луна, луна, тан-тан-тан-тан, кракен, кексы, это нам очень интересно, вот, битвин еще интересно, туда не плотность выставляли, которую мы прожрали, секундочку, опять звонят, звонки, звонки, так, на битвине ничего интересного, жалко, конечно, обычно, вот уже от этих плотностей, условно, мы начинаем, так скажем, отлетать, но уже второй раз подряд подводят, спрос на битвине, то есть, первый раз, ну, условно, давайте 4 часа включим, чтобы по 5 часов не грузилось, когда там мы отлетали, так, вот, мы отлетели, от 39, выше пошли, вот первый раз мы, конечно, прорвали на 57, уже как позвоночек, ну, и второй раз вот здесь вот, прожрали это все просто и пошли ниже, вот, вот так вот, ладно, давайте, парни, крепкого вам здоровья, справиться, Рождество, что, в прорубь-то будете нырять, напишите в коментосиках, вот, ну, и пишите, в общем там, чё, как у вас дела, кто устроился куда, чтобы долить маржу, до новых встреч, да пребудет с вами прибыль, пока.